Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами обсудим Gears of War 5. Да, это видео получается немножко баянистым, немножко неактуальным, поскольку игра вышла 5 сентября, а видос выходит только сегодня. И я, в принципе, понимаю, что с каждым днём видос терял актуальность и не наберёт столько просмотра, сколько он набрал бы тогда. Но я делаю это видео лишь из-за желания высказаться и обсудить игру вместе с вами, поскольку ощущения после прохождения у меня не такие, как у большинства. И честно, я без понятия, как многие ребята с ютуба, которые не имеют пресс-копии игры, смогли так быстро сформировать о игре мнение и запилить обзор. Игра вот только-только вышла, они уже через день, через полтора, а то и в этот же день слепили обзор. А самое главное, смогли её оценить от и до и похвалить её на общем хайпе. А я же в этот раз решил пойти другим путём и пришёл в игру в своё удовольствие, не спеша, дабы проникнуться игрой полностью. Чтобы всё-таки итоговое мнение у меня не было ошибочно. Данное видео будет поделено на две части. Оно будет очень долгое, и потому что у меня очень много мыслей насчёт этой игры. Первая часть будет в виде обзора, без спойлеров, а вторая уже для тех, кто прошёл игру и кто хочет обсудить, что вообще произошло. Тайм-коды, как всегда, будут в комментариях. Также во время просмотра данного видеоролика призываю вас не стесняться высказывать своё мнение в комментариях. Напишите, как вам игра, понравилась она вам, напишите свою мини-рецензию об игре. Игра включена в подписку Xbox Game Pass, поэтому, мне кажется, многие её смогли оценить. И очень интересно почитать аргументированное мнение о пятой части, поскольку для меня она вышла немножко неоднозначной, хоть я и фанат серии. Давайте всё-таки начнём. С самого начала серия Gears нас брала крутостью, брутальностью и жестокостью, как крутые чуваки из отряда Дельта наводили порядок и месили всех на своём пути. В целом, это не изменилось, и многие хоть и скажут, что игра скатилась, прогнулась под фемок, но я также выскажусь на этот счёт, не переживайте. Серия, на мой взгляд, осталась той же серии, продолжая сюжеты предыдущих частей. Игра получилась сильнее, чем четвёртая часть в плане сюжета. Действительно интересно получать ответы на некоторые вопросы, которые волновали нас в течение всей серии Gears. Также порадовало то, что некоторые локации, которые были показаны в предыдущих частях, можно увидеть снова, но уже в другом виде. Клёво показаны отношения между героями, как они общаются в открытом мире. И всем этим классно показывается характер каждого персонажа, а самое главное, показываются его истинные стороны. И всё вот это вот общение, оно очень сильно придаёт интерес. Но между всеми персонажами, а именно главными, не хватает какой-то прочной дружественной связи. Об этом я выскажу чуть позже, а именно во второй части, поскольку там есть спойлеры. Сюжетная часть, к сожалению, не держит нас в интриге на протяжении всей игры. Она берёт свой пик где-то в конце второго акта, всего их четыре. После второй половины уже идёт какие-то простые боевые действия. Есть какая-то цель, её нужно достичь. История Тьейт, главной героиней, получилась поистине интересной, поскольку она берёт во внимание несколько поколений своей семьи и рассказывает, что с бабушкой и почему у неё кругом голова. И тут я хочу высказаться насчёт феминизма. Многие в сети кричат, что игруха скатилась и прогнулась под данное движение, поскольку главный герой – женщина. И тут я полностью не согласен и считаю, что так говорят люди, те, которые не лучше представителей данного движения, поскольку хотят найти везде феминизм. Либо же те, кто не играли в четвёртую часть, поскольку в конце четвёртой части нам просто говорят, на ком будет завязан сюжет. Поэтому лично я не очень сильно понимаю всю эту критику. Да, в пятой части Кейт сделали реально сильной и в каком-то плане непробивной бабой. Но это ещё не показатель того, что кто-то под кого-то прогнулся. На мой взгляд, пытались показать, что Кейт, несмотря на все свои утраты, стала морально устойчивее и сильнее духом. И если вдруг, то и до этого в некоторых частях Герц тоже были женские играбельные персонажи и их также показывали как настоящих бойцов. Поэтому в пятой части я не вижу ничего такого, что главный герой – женщина и вообще не вижу доли феминизма. Игра визуально красивая. Снег, песок – это выглядит реально здорово. То есть графон реально на уровне и делается это красивее за счёт добавления количества частиц. Когда начинаешь пилить врага, то твой персонаж просто с головы до ног покрывается либо кровью, либо какой-то смазкой и выглядит это ну просто шикарно. Насчёт нововведений. Тут они стали намного заметнее, но их не так много, как многим показалось. Да, нам представили открытый мир и это было немножко даже неожиданно, поскольку вся серия, она была в принципе очень коридорной. Локации стали по-настоящему большими и невероятно красивыми, что стоит только зима. Но лично мне локации показались немножко пустоватыми. Да, всё сделано красиво, интересно и каждый уголок хочется проверить, но это в большем случае почему-то бессмысленно. Так как во многих локациях по сути делать нечего, если вы нашли какую-то вещицу или деталь Джека, то в принципе дальше вы можете уже не идти. Побочных заданий, ради которых и в принципе делали открытый мир, здесь ну крайне мало. Их где-то, если не ошибаюсь, всего 16 за 2 акта и они по сути однотипны. Заходишь, разбираешься с Роем, находишь какую-то вещицу и всё, в принципе, конец побочного задания. И после нескольких повторяющихся миссий ты задаёшься вопросом, а зачем в принципе нужен открытый мир, если он не наполнен какими-то интересными вещами. Знаете, ситуация чем-то похожа на метро. Как бы свобода есть, но она пустовата и бессмысленна. Да, была инфа перед выходом игры, что благодаря открытому миру у вас уйдёт на прохождение где-то 28 часов. Это отчасти бред. Скорее всего, столько времени у вас уйдёт лишь для того, чтобы вы нашли все детали для Джека. Лично я прошёл игру где-то за 14 часов и прошёл я именно за такое время, поскольку я очень много умирал и пытался найти всё, что находится на локации. Единственное, во всех этих локациях мне понравился интерактив. То, что, к примеру, ты можешь выстрелить в лёд и враг провалится, или же там разрушить какую-то глыбу, за которой он сидит. Это добавляет в игру разнообразие и не даёт заскучать во время боя. В четвёртой части уже было что-то подобное, но там были совсем другие природные условия. Также из заметных нововведений стал Джек. Да, он уже появлялся в серии Gears, но он был показан как-то вскользь. Просто робот, который может иногда открыть дверь. Но в этот раз его сделали действительно значимым и незаменимым персонажем. Ибо, проходя игру, я честно не понимал, как я все предыдущие части проходил без него, поскольку он реально нужный и он реально помогает. Он может остановить врага, он может принести оружие, он может вас сделать невидимым. То есть он реально помогает и реально он разноплановый. Но из-за его значимости немножко порезался кооператив. Опять же, это на мой взгляд, но играть за него постоянно всё-таки не так интересно. Как саппорт, который управляется комбинацией кнопок, это просто вышка, это реально очень классно. А как уже полноценный персонаж, за которого нужно постоянно играть, это... ну, такое себе. Читая новости до выхода, мы в принципе ориентировались, чтобы пройти игру втроём. Но после того, как мы узнали, что Джек это будет третий полноценный персонаж, за него играть никто в принципе не хотел. Поэтому мы прошли игру вдвоём вместе со своей девушкой. Кстати, в игре есть маленькие элементы РПГ, при помощи которых вы можете прокачать с этого самого Джека. То есть, бродя по локациям, вы собираете какие-то детали и улучшаете при помощи них Джека. Но по факту этого можно и не делать, поскольку все способности, а именно самые важные способности, они открываются по мере сюжета. Геймплей в целом остался прежним. Идёшь, стреляешь и смотришь ко сцену. Но теперь же в некоторых случаях вы сами можете начать бой. И даже появляется возможность это сделать тихо. Да, в гирях видимо пытались сделать нечто похожее на стелс, но его таковым назвать нельзя. Достаточно просто подойти к сзади врагу, нажать на Б и произойдёт не такая уж тихая казнь. Но если вас вдруг не заметили, то вы и дальше можете продолжать тихо убивать врагов. Но опять же, если это действительно стелс, то он сделан не так, как хотелось бы. Он сделан слишком урезанно и совершенно ненужным. Он выглядит немножко даже топорно из-за того, что он не добавляет каких-то новых игровых механик. На этом громкие нововведения заканчиваются, если не смотреть на новые оружия и на новых врагов. Кстати, их тут очень мало. Поскольку во время прохождения идёт, ну, слишком частое повторение мини-боссов. И это прям реально начинает бесить. Если же четвёртая часть показывала всех мини-боссов постепенно и давила своим разнообразием, то пятая часть нам, в принципе, показывает четвёртую и лишь чуть-чуть разбавляет новыми боссами, которые, ну, слишком часто повторяются и которые реально начинают бесить. Особенно вот этот парень, блин, с дубинками. Это прям, ну, нечто какая-то. Если уж пошло сравнение с четвёртой, то она будет немножко поразнообразнее по прохождению. И, скорее всего, поразнообразнее по нововведениям, если сравнивать четвёртую с третьей. В пятой части нам показывают всё ещё четвёртую часть, только с возможностью покататься на ялике. Эпик-моментов в новой части стало очень мало, по сути, лишь только в начале. И знаете, весь эпик будто прикрыли открытым миром. Если же в четвёртой части нам дали покататься на мотоцикле, сделали мини-орду, дали каких-то крутых роботов в конце, да, и всё это было постепенно, то пятая часть была разнообразной лишь в начале, и всё. И потом практически ничего, кроме ялика, вы не увидите. И знаете, на всём этом фоне я не понимаю, как сильно засрали четвёртую часть и пятую расхвалили. Весь самый сок пятой части проявляется лишь в начале, в первом и во втором акте. Дальше идёт какая-то рутина. Ты катаешься на ялике, стреляешься и ещё раз катаешься на ялике. Всё. Поэтому я вообще не понимаю, почему говорят, что пятая часть получилась намного разнообразнее предыдущей. Если вы считаете так же, то напишите своё мнение в комментариях. Мне реально очень интересно почитать, поскольку я считаю, что в пятой нам показали всё то, что есть в четвёртой. И в четвёртой даже намного больше разнообразия. Конечно же нету открытого мира и ялика, но всё же. Это всё, что касалось компании. Мы к ней вернёмся ещё во второй части этого видео. О мультиплеере. Тут практически ничего не изменилось. Всё осталось практически так же. По канону все бегают с гнашерами и не убиваются в упор. Но за столько лет ко всему этому привыкли и лично мне всё ещё приносит удовольствие заходить в онлайн и сражаться против других игроков. Интерес, азарт и всё такое. Также в игру добавили новый режим побег, который, к сожалению, мне не зашёл. Суть режима очень проста. Нужно выбраться живым. У каждого из доступных персонажей есть способности, которые, в принципе, и помогают выбраться из этого улья. Но проблема данного режима в том, что в нём катастрофически не хватает патрон, что заставляет в большей мере вас тупо бить с ножа. А несмотря на то, что в этом режиме можно делать свои карты, режим не становится интереснее. Возможно лишь я не проникся этим режимом, а возможно он реально скучный. Но знаете, по факту он сложный, поскольку там реально очень мало патрон. И по канону есть орда всё ещё интересный и всё ещё потная. В этот раз добавили ещё больше сложностей и немножко скорректировали классы персонажей. Теперь же каждый скин отвечает за тот или иной класс, потому что раньше можно было выбрать персонажа и к нему подбирать класс. В этот раз нет. Персонаж это равно класс. То есть, например, JD может вызвать артиллерию, а Кейт может стать невидимым. И все эти способности никак нельзя переключить между персонажами. Но за счёт них нужно действовать намного сплочённее, нежели это было в четвёртой части. Короче, орда, как всегда, порадовала. В целом игра получается на долгое время, поскольку она ещё очень долго будет поддерживаться за счёт всяких ивентов, персонажей и новых карт. Несмотря на то, что игруха получилась клёвой, она вышла сырой. Наблюдались некоторые проблемы и они весьма весомые. В компании очень часто не срабатывали скрипты, из-за которых надо было просто перезагружать миссию. А иногда просто выкидывалась компания при прохождении в кооперативе. Это лично те проблемы, с которыми столкнулся лично я. Многие игроки теряли сохранение, проваливались под пол. И лично по моему мнению, пятая часть получилась самая забагованная. Также все те, кто получил доступ к ультимет-изданию и те, кто поиграл на 4 дня раньше, получили ещё больше проблем. Лобби распускалось, шоу бесконечный поиск, сорды выкидывало. Короче, всё это малоприятное, плюс спинг был нереально огромный, что надо было стрелять там за секунду до встречи. В общем, это реальный косяк был. Да, конечно, сейчас игра выглядит намного стабильнее, не так, как 4 дня назад. Но осадочек всё же остался. Ибо в предыдущих частях, особенно в компании, таких проблем не было. Как итог, могу сказать, что пятая часть получилась неплохой, но и не лучшей в серии. Она продолжает каноны, радует олдов и в то же время привлекает новых игроков. Если кто-то не играл до этого в серию Gears, то лучше поиграйте, поскольку, проходя всё постепенно, вы можете найти много интересностей. Ибо между всеми частями есть прочная взаимосвязь. Ну или хотя бы посмотрите ролик о том, что было в предыдущих частях, и чтобы хоть каплю быть в курсе, что происходило во вселенной Gears вообще. Мой вердикт на эту игру такой. Игра хорошая, но слишком переценена из-за хайпа. Знаете, такое ощущение, будто все доиграли до второго акта, до середины игры и начали делать обзор. И лично мне игра не сделала эффекта вау, поскольку кроме ялика и кроме полуоткрытого пустого мира, я ничего такого нового в ней не нашёл. Я очень ждал эту игру, но, к сожалению, она немножко не оправдала мои ожидания, поскольку я ждал ещё большего экшона, ещё большего разнообразия, а также интриги на протяжении всей игры. Лично для меня всё ещё осталась лучшая четвёртая часть, поскольку она произвела эффект вау по сравнению с третьей. Там реально было много нового, и она держала меня в интриге на протяжении всей игры. Да, хоть интрига немножко предсказуемо банальная, но всё-таки там была интрига. В пятой части, к сожалению, кроме ялика и первого акта, я ничего запоминающегося не нашёл. Опять же, это лично моё мнение, поэтому напишите своё. На этом первая часть видео подходит к концу, и начинается вторая, в которой я хотел бы высказать мнение о сюжете и обсудить, что вообще произошло. Всех тех, кто досмотрел ролик до данного момента, но не прошёл игру, просьба отключить видео, потому что будут жёсткие спойлеры. Повторяюсь, будут ОЧЕНЬ жёсткие спойлеры. Дабы сохранить интерес от игры, лучше всё-таки закончить смотреть это видео. Большое вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, если оно вам понравилось, и когда пройдёте пятую часть, заходите смотреть вторую часть видео. Она будет не менее интересной. Итак, теперь о сюжете. Я надеюсь, что те, кто прошли, остались, а те, кто ещё не прошли, всё-таки нас покинули. Так вот, ребят, в целом, сюжет получился неплохой, так как он нам всё-таки открывает ответы на некоторые вопросы. Но самый-самый главный вопрос у меня возникает в конце. Зачем нам дали выбор убить того или иного персонажа? Лично для меня это было немножко неожиданным и непонятно для чего. Да, в принципе, несложно догадаться, что будет следующая часть, но как она начнётся, если у нас всё-таки был выбор? Либо умер GT, либо умер Dell. Я очень долго ломал голову и пришло выводу, что либо они соберут какое-то голосование и решат, какого персонажа всё же убить, либо посмотрят на статистику первых исходов и, опять же, решат, кого всё-таки убить. Но если же они всё-таки хотят сделать двойную работу, то, в принципе, шестая часть должна начаться именно с нашего выбора. Большая просьба, напишите, как вы думаете на этот счёт с пометкой спойлер, дабы другим не наткнуться, а чтобы и другие смогли прочитать. И знаете, после концовки, а именно после смерти одного из главных персонажей, у меня почему-то мнение, что умерший напарник вернётся в следующей части, но уже воскрешённым и немножко в другом обличии. Поскольку его смерть обыгралась, ну, слишком как-то вскользь. Типа вот всё разрушилось, ему сломали шею, и он как-то так постепенно, его тело куда-то там ушло под землю. Поэтому 99%, что кто-то вернётся, но уже в другом обличии, и все мы будем гадать, кто же это будет. Насчёт дружественной связи между напарниками. Честно, мне не хватило сопли, нагнетение обстановки, короче, драмы. Смерти того или иного героя почему-то все отнеслись более-менее с пониманием. Типа, Джей Ди сдох, печалится лишь Маркус, а остальным как-то немножко фиолетово на это всё. Мне это в сюжете крайне не понравилось, поскольку в третьей части, когда умер Доминик, там было так классно всё обыграно, была подобрана классная музыка, и, блин, даже самого брутального мужика могло это всё взять за чувство. В пятой части смерть того или иного персонажа у меня почему-то не вызвала никаких чувств. Ни смерть Джека, ни смерть Джей Ди, ни смерти Дейла. О чём говорить, если я больше грустил над тем, что умерла сестра Кармайна, нежели главный персонаж. Это вот, ну, какой-то бред, это не было как-то обыграно, чтобы реально взять игрока за чувство. У меня данный поворот лишь вызвал шок от того, что они всё-таки посмели убить одного из главных персонажей, и из-за вопроса, что же будет дальше. И вообще, если бы я был сценаристом, то я, скорее всего, убил кого-то из старой гвардии, либо Маркуса, либо Коллы, либо Берта, поскольку они уж слишком долго живут, и это дало бы двойную мотивацию новому поколению закончить сыроем навсегда. Также мне не понравилось то, что не очень раскрыто отношение Джей Ди и Кейт. Если в четвёртой части нам напекали, что они немножко проявляют друг другу симпатию, то здесь они будто друг другу вообще не знают. Да, я понимаю внутренний конфликт, но чтоб до такой степени, это как-то очень странно. Не рассказали, что у Джей Ди с рукой, что у него за чип. Короче, на самом деле вопросов стало больше, чем ответов. Также я не очень понял, почему не смогли сделать кооператив на 4-5 игроков, поскольку в третьем акте там бегают 5 игроков. Ну уж можно было как-то запихнуть это всё. Или хотя бы дать поиграть не только за Джека, третьему персонажу, поскольку играть за него постоянно, на мой взгляд, ну немножко скучно, и в принципе была бы возможность его заменить, но почему-то этого не сделали. Также у меня почему-то возникло ощущение, что пятую часть они из «Открытого мира» немножко порезали. Она должна быть немного длиннее, чем она есть по факту. И опять же, после второго акта, когда мы в принципе узнаём, что с Кейта решаем её проблему, ничего интересного нас по сути не ожидает, и это лично меня немножко огорчило. В целом мне очень понравился первый акт, поскольку там очень много нововведений, много всяких таких экшн-моментов, но потом это всё переходит в какую-то рутину. По моему мнению, вокруг идёт лишь хайп из-за «Открытого мира» и из-за интересного начала. Иногда просто выгоднее сделать обзор быстрее и похвалить его за то, что хвалят другие. Лично я всё ещё остаюсь при своём мнении и считаю, что самой топовой частью является четвёртая часть, так как там всё-таки интрига на протяжении всей игры и довольно-таки большое разнообразие геймплейных ситуаций. Не знаю, как вас, но лично меня немножко расстроила пятая часть, поскольку я ожидал от неё немного большего. Поскольку была логика такая, что уж в четвёртой так придумали, а что придумают тогда в пятой? К сожалению, кроме «Открытого мира» и «Ялика» в пятой ничего, по сути-то, не придумали. В любом случае, я кайфанул от прохождения и буду с удовольствием ждать следующую часть. Надеюсь, она всё-таки будет намного лучше и не будет такой сырой, как пятая. На этом у меня всё. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши своё мнение об игре и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»